Девушки отдыхают Девушки отдыхают И как ваша торговля? Нужно что-нибудь? Я веду очень много дел с фермерами И сейчас мне очень нужно передать этот вексель портняшке Гуга Сочувствую Не хочу Хотя ладно Ну ладно, я доставлю Прекрасно Пожалуйста, отнесите этот вексель как можно скорее Гуга можно найти на ферме около штормового замка Спросите Гуга портняшку Ну, телепорты рулят, поэтому давайте по бренькам сделаем Я это делаю только ради опыта Только ради опыта Не более, где эта штука-то? А, во Тем более, я догадываюсь, кто-то такой Этот тот, наверное, шмабзик Катра! Штормовый замок, проклятие! Не туда телепортнулась Мимо немножко Кстати Точно, это какая-то непонятная Удушья Ага Надо запомнить, кстати, что это Аля Барда Лежит здесь Или знаете, что я ее возьму? Реально, с пристанищем чудес выкину Потому что сюда я телепортируюсь все-таки чаще Просто чтобы знать, что вот она есть Я про то, что про нее вообще уже забыла Так, а зачем я сюда телепортнулась? А, точно Мне же штормовый замок нужен Новский поселок, короче Вот этот замок, да? Как бы так Удобнее Гуга, блин Ферма Тут я фермы не наблюдаю А, вот Вот здесь вот, наверное Это краснонос Виноградники Ну, наверное, тут Потому что больше негде Кстати, здесь пещера какая-то Я там была? Короче, нам на лево Мясо шевелится Мне плополохило аж Сейчас бегаем, короче Че не сделаешь ради опыта, а? Ой, здрасте Кстати, заодно Сейчас здесь побегаем Это самое Получим опыта Чуть-чуть, конечно Лучше, чем ничего Мне придется взять Неизвестный игрок Шулерство опасно для жизни Подпись Партнеры по игре В общем Нам же нужно взять навык Карманника Это что-то Опа Здрасте Сёночка моя Рубина так светится страшно На самом деле Попадешь ты сегодня? Так, где я вообще? Ау Не в того Ты что-то стреляешь Милая О, господи Откуда ты взялся? Гляньте-ка Вава с мечом Дурак, что ли? Я с луком А что же это? Думаешь Железку в руки взяла Так уже и мужик? Ей, консервы Ты что, говорить умеешь? Че, пораниться боишься? Железду столько нацепил Какая серва? Ну как ты смеешь? Я тебе сейчас на корм С собакам пущу Достаточно Если ты решил меня оскорблять Мне придется применить силу Посмотрим, какого цвета У тебя кишки под доспехом Придурок Кстати Ух ты, это что такое? Волшебная сила Улет, мышь А, мышь Когда я успела? Ни хрена себе Слышь, пошел в сад Да ты что-то меня бесишь-то вообще До свидания Великий меч А это не из той же серии Вот что тот оружие Которое Второе, знаете, великое Блин, напить придется на рынок И опознавать Что такое вообще? Не вздохнуть, не пернуть Так, это что здесь народ стоит? Ну что здесь стоять? Кажи Тома Кожемяка Ты кто? Доброго здоровья тебе, наемница Я верно угадала Твое ремесло Меня Тома звать Тома Кожемяка У меня есть дельница Требующая большой сноровки Проклятый Тать Повадился Уводить коров Из моего сада Я хочу знать, кто это Возьмешься его высадить? А почему я не могу согласиться? Я воин, а не ищейка Обращайся к властям Пусть они ищут твоих коров Ты послушай, что творится На прошлой неделе Кто-то увел у меня Четырех молочных коров Я уверен, это дело рук соседей А не поганых троллей Тролли не оставляют Человеческих следов Ты вернулся по адресу Тут же, да? Я найду того Кто угнал твой скот Подозреваю, что вор Живет поблизости Корову за пазуху Не схоронишь Поэтому далеко ему не уйти Кто-нибудь приметил бы Вора с чужим скотом Блин, поюзи Да вашу Машу Так, а ты ему что скажешь? Ты вернулась поговорить со мной? Я могу говорить Лишь о своем отчаянии и боли Чего ты хочешь? Чего? Видок и запах У тебя такой словно Ты пьешь без просоху Имей совесть Не смей издеваться надо мной Жизнь опротивила мне Я бы утопился Но мне даже на это не хватает сил Ладно, до свидания Так, что там с коровами? Блин, вот так В округе пропадают В округе, господи Пропадают коровы Томми Кожемяки Кажется, что скот у него Выводит по ночам Он уверен, что это делал Руковод из соседей Иначе крадренных коров Кто-нибудь обязательно бы заметил Поглядим, смогу ли я найти вора Короче, на дночь сюда прийти Понятно Ну, у меня больше нету там объяснения А вот коровы Позднее время вы выбрали для прогулок, сударыни Кто-то может подумать, что вы воруете скот И выпустите у вас стрелу Ага Как интересно До свидания Мне вот в чем-то кажется, что именно он и тыбзит Так, ферма, штурмовый замк Где этот Плакс и Салли Кстати, надо было еще там В воину-солдату письмо отдать Или... А, я отдала Или не отдала Я не помню Вроде в заданиях нету Так Что это бегает? Курица Ага Вот еще куча коров Смотри Ладно Так, подождите Блин, как не бесит Ты зайдешь одну выполнять задания Все еще пять дают Что за нафиг вообще? Что за пещера? Не помнишь ничего Что это? Зайди А, ну да, точно Могу это как-то? Ибо нефиг Интересно, по какому это квесту? Мне прям вообще Прям очень интересненько Все? А, вот еще одна закрытая Ну, хочу терять А, вот еще одна Все Пришла, она пакостила, ушла Где этот проклятый? Кто мне там нужен-то? Топоречь И заказать у него зерна Недалеко от поречь Это же склокло Штормовый замок Я вас ненавижу Блин Кстати, вот в бедный квартал Мне надо Так, ну-ка Знаешь что? Сейчас мы вот так сделаем Телепорт Врачебни Это что-то такое Дорого в темно Ну, это понятно Босс Сломная повозка Которой уже нет Твоему Никлаш Подков До уручевого лагеря А, ну А, это бедно Бригад Бригад Штормовый замок Городская стража Это мои все пометки Проклятое аббатство Где эта ссанная фирма? Дом доктора Эльрата Спуск в катакомбы О, боже Там же еще катакомбы О, господи Короче, все фирмы Мы тут В основном Ну, вот тут В этой части Так, а я где? Не вижу себе А, вот я Короче, где-то тут По идее Не здесь же Это глупо будет О, господи Я ненавирую эту игру Это просто Бесконечно Может здесь ходить Вот эти в бедный квартал Зайдем, раз уж мы тут Я надеюсь, нам не дадут еще 25 заданий здесь Не хотелось бы Ну, японский, я же просила В траве желаю Доктор Эльрат Что-то факт А, там, видимо, чумные какие-то В доме, видите И даже как этим помечено Интересно, кстати Если я зайду Я чумой заражусь Эта дверь заперта Крепче, чем сундук С гномскими пожитками Наверное, плохая Иди ее отпирать А, это паук Крыс вам, смотрите, сколько Блин, ну и в вере здесь Уже дофигища Крыс вы видели, да? Это плохо Короче, нам теперь точно На рынок К этому Эльрату Мне уже опыта Даже за этих пауков Не дают О, видите Черепушку на лесу Там чума Седрик Здравствуй Стойте Не подходите Доктор Эльрат Сказал, что мне Гребаная чума Уходите Да, выглядеть его Не важно Расскажите Что вы знаете О вашей загадочной болезни Ее зовут Серой смертью Это чума Ее наслали На нас боги В наказание За грехи А как вы подхватили Эту заразу? Несколько недель У меня начала Отчаянно Содни горло И я весь чесался То самое чувство Когда у тебя Соднит горло И ты почесываешься Периодически Играя в игры Ну ладно Это все нервы Сначала я подумал Что Это похмелье Но потом Пришел доктор Эльрат И сказал Что у меня Серая смерть Меня тут же Отправили в карантин И вас всех Переселили В эти дома? Нет Мы здесь и жили Пока не появилась болезнь Ну что Спасти вас Или будете ждать Помощи от богов? Нет Я жил Неправедно И теперь несу Своё наказание Что же у тебя С грехи-то такие? Я был дураком Играл на деньги Будешь пытать удачу Боги покарают Мама мне говорила Такой игрок Ты ты Господи Не буду тебе Рассказывать о собственных грехах Но уверяю тебе Ты по сравнению Со мной Святой И погляди на меня Я совершенно здорова Боги куда добрее Чем ты думаешь Пока Здорова Но боги Все видят Скоро и вас Настигнет серая смерть Я к вам сейчас загляну Ну-ка Мне нужно отыскать зелье Которое вылечит Седрика Одного из больных чумой Та Чё ты Одного-то только Остальных тебе не надо? Здрасте Сара Пожалуйста Уходи Не смотри на меня Болезнь подрывает силы И достоинства Вот что Ну что теперь Я скоро умру Ты не умрёшь Господи Я найду Дайте лекарство Нет такого лекарства Даже доктор Эллират Смог только замедлить Течение болезни Ну-ка расскажи-ка о нём Доктор Эллират Самоотверженный человек Он навещает больных Серой смертью И рискует собственной жизнью И что он прописал? Он велел Нам поменьше двигаться И пить больше воды И ты следуешь его указания? Конечно Тем более после смерти Несчастного следователя Чё-то мне кажется Доктор какой-то мутный Он не послушал доктора И отказался пить много воды На следующий день Доктор нашёл его мёртвым Бедняк задохнулся во сне Должно возить лохорадки Доброго всего тебе Ещё и для Сары Кружка воды У них тут ванны дофига Чуть-чуть как-то Странненько всё это Здесь уже все трупы Нет, спать я тут не буду А ничего, как бы Что сюда вот так зашла Ничего, что здесь чума В возрасте Стражник Доброго здравия Что слыхать? Многие печальны смертью Ерцкая Ла-ла-ла Тип Я заразился Серой смертью Послушай Мой отец сказочно богат Если ты спасёшь меня Он щедро тебя наградит Как ты подцепил заразу? Не знаю Вдруг почувствовал Женю в горле Скоро началась охорадка Молю, помоги мне Ты должна меня спасти Расскажи о своём отце Мой отец благородный Мастер Данте, кстати Как видишь Я знатного рода Поэтому ты должна помочь мне Пожалуйста Не сочти за грубость Но у тебя в комнате Настоящая свинар Как-то мог так опуститься Какой толк делать уборку Если я всё равно скоро умру Моя гордость уже мертва К тому же доктор Эль Рат Велел отдыхать И беречь последние силы Ну, будь здоров Не хворай Я не царю Как я тебе помогу-то вообще Должен же быть Какой-то способ Хоть какой-то Лекарство Я не хочу умирать Да, будь здоров Не хворай Вот те лекарства Надо с Эль Ратом Перетереть Что-то свериться Там у нас пока не вяжется Ладно, хоть телепорт есть Так, давайте дверьку Дверьку прикроем Кроссы набегут Так, сейчас сохраняшечку Так, хорошо Ферма, блин, ещё нужна Блин, ну чё так много Всего-то Не знаешь, за что взяться И где И... Бесит иногда Всё С одной стороны, вроде Радоваться надо, да? Здание У-у-у-у-у-у-у Блин Коровы. Когда там вечер уже? Это ты мутный, да? Угу. Где это самое? Ферма мне нужная. Гуга, блин. Ты Гуга? Нет, не ты, это живые. Смотри, может внутри есть кто? Алло, Гуга? Эй! Мне как-то казалось, что у штормового замка, мне говорили. Он тусует этот. Чувачок. А на деле-то что-то как-то и нет. Смотрите, крыс тут дофига. Нихрально что-то не было. Че-то как-то плохо это все. По-моему, я запустила квест с чумой. И это меня аукнется. Да куда ты бежишь-то, господи? Блин. Ну где ты че вообще? Ты, Гуга? Нет. Ты че скажешь? Ухотела бы ты из этих краев девица. В подмастерьях нынче нехорошие... Под предместиях, господи. Нынче нехорошие дела творятся. Замешана ты в них или нет, все равно носи ноги по добру, по здорову. Неласковые приемы. Что у вас тут стряслось? Что на этот раз? Ну, может, это ерунда. Какой-то тип шныряет в близ моего кукурузного поля. Весь черным. Сдается мне, он выискивает что-то. Или кого-то. Очень он мне не понравился. Страхолюдина такая. Так ты сидишь трясешься из-за какого-то человека в поле, но ты даешь. Он не просто человек, поверь мне. Змеюк это подколодное, если не хуже. Я с ним всего парой слов перекинулся, но сразу понял. Такой не задумываюсь глотку перережет просто из-за интереса. У меня от него мурашки по коже. Так что мой совет, носи ноги. А все ли спокойно по соседству? Да у нас куда ни глянь, одна беда. У бедолаги Реджи. Реджи. Тролли сына задрали. Прямо у него на глазах все и произошло. У него на глазах все и произошло. Реджи совсем от горя шалял. А от дома отходить... Я от дома отходить боюсь. Раз такие чудища вокруг бродят. Здоровый мужчина может убежать от тролля, но только если увидит его вовремя. Я убила всех троллей, кстати говоря. Можете переспать спокойно. И вообще спокойно выходить в поле. Что, и правда всех? Тогда ты сверхчеловек и прирожденный от тролля-убийца. От троллей давно пора было избавиться. Я писала ли гату Сагити и просила помочь, но никто не ответил. Спасибо тебе. Да не за что. Опа. Что ты тут делаешь? Убирайся. Ну ладно. Это кто? Чербяк. Ниндзя какой-то. Нинджигайдер. Так, мне нужен губ этот. Ты? Нет. Когда-то я тоже бродил по свету в поисках причин и встречался с интересными людьми. А потом мне прострелили колябов. Похоже, ни одного приключения вы так и не нашли. Вы же такой старая. Настоящие приключенцы до старости не доживают. Но они гибнут гораздо раньше. Ха, хорошая шутка. Если это была шутка. В каком-то смысле ты права. Однажды я понял, что приключений в моей жизни не было достаточно. И решила сесть на этой фирме. Сейчас вы работаете на фирме? А, только вдохни. Это чистый сельский воздух. Всегда мечтала поселиться в деревне. И вот, наконец, моя мечта сбылась. И, по-моему, мы, кстати, это читали. У меня еще достаточно сил, чтобы работать на фирме. А когда находит тоска по былым временам, я рассказываю Ральфу. Это мальчишка-конюх. О своих приключениях. Он хороший мальчик, только уж больно мечтательный. Сам с собой бывало разговаривает. Расскажи-ка мне про Ральфа. Ральф все время проводит на конюшне. Все время что-то себе воображает. Он вырос на фирме и никогда не покидал ее. Однажды я показала ему карту темного леса. И он и не думал, что за пределами герцогства есть мир. Но я его воспитываю. Так что надежда еще есть. Из него еще может выйти отличный искатель приключений и путешественник. Ну а что, про приключения свои расскажешь? Ну шо ж, я много где побывал. Рассказать про убийц или о приключениях в проклятом аббатстве? Давай про убийц. Несколько лет назад за мной охотилась группа убийц. Поэтому что я здорово проигрался. И вот иду я по темной улице по речи. Как вдруг сзади и спереди возникает подбудовая бесшумный, как смех самой смерти. Но я почуял их раньше, чем они смогли напасть. И что потом было? Я вытащил две свои верные сабли с жемчужными рукоятями и бросился на передних. Я застал их врасплох. Они привыкли иметь дело с жирными купцами, которые всегда готовы откупиться от смерти. Но я был прирожденным убийцей, таким же, как они сами. Положил их с одного удара. Бездоспешному противнику в узком переулке выпустить кишки легче легкого. Но другие набросились на меня, когда я еще не успел освободить сабли. И что ж... И как же вы с поступили-то, сударь? Пока я стоял на корточках и пытался вытащить сабли из тела, откуда ни возьмись, появился странный волшебник. Я думал, он с ними заодно, но в следующий миг дво убийц вспыхнули, как факелы. Значит, вам помог волшебник. Ваш знакомый? Я же сказал, что видел его впервые. Не перебивай меня! Он выглядел очень нерастерянно, но ушел, не сказав ни слова. Я так стоял на этой темной улице, освещенный только горящими телами, да все было залито кровью. Я не мог поверить в такую удачу. А потом я напился, как свинья, и я утром с похмелья пошел и убил того негодяя, который подослал убийцу. Удачи. Откуда, интересно, он знал, кто подослал? Ну ладно. Так, кто там? Где там? Гуга-то. Проклятущий. Гуга! Гуга, где ты? Эй, сюда! Жестокие боги! Я уже целую вечность ни с кем не говорил. Ты видела его? Он следит за мной. Успокойся, кто тебя преследует? Человек-вопросующий червяк. Он наемный убийца четвертого разряда. Состоит на службе у гильдии убийц. Как и все злодеи, этот негодяй любит произносить монологи над поверженной жертвой, поэтому я уже дважды от него спасался. В последние дни я только делаю, что бегу, ползу или таюсь, и у меня больше нет сил скрываться. А почему такой зашуганный ты вообще? Меня преследует. Меня зовут Кристофер. До недавнего времени я был благолодным рыцарем в штормовом замке. Однажды я совершил непоправимую ошибку, и теперь сын старого герцога послал за мной наемного убийцу. А зачем молодому герцогу двое смерти? Это Януш, что ли, послал убийцу? Вонючка этот. Этот испорченный мальчишка, зовущий себя герцогом, узнал, что я пытаюсь разузнать обстоятельства смерти. Кстати, да, нам же это надо выяснить. Старого герцога. Мне показалось, что дело нечистое, и теперь Януш натравил на меня убийц. То есть ты хочешь сказать, что его светлость укокошил собственного папочку? Расскажи-ка мне, что ты успел узнать. Если честно, я не поверил в то, что герцог умер от сердечного приступа. Я бывал с ним на кабане охоте, и своими глазами видел, как он забегал на высокий холм, даже не запыхавшись. Сердце у него было как у бегового скакуна. Значит, причину смерти надо искать в другом. Расскажи-ка мне про убийцу. Это человек по прозвищу Червяк. Он наемный убийца четвертого разряда. И ты знаешь, где он? Вообще-то мысли, молодой. Где-то близко. Я чувствую его зловещее присутствие. Да, кстати, он, конечно, мастер расставлять ловушки, но ему не сказали, что в деревне никто не ходит с дорог до головы в черном. Господи, никто не ходит с ног до головы в черном. Если увидишь его, сразу узнаешь. Вы там вся хитрость. Заметить его раньше, чем он тебе. Ну, я покажу ему парочку интересных трюков. Умоляю, найди его раньше, чем он найдет меня. Кто-то ходит вокруг амбара. Я пошла. Так, сейчас мы убьем. Я чувствую кого-то. Предлагаю немножечко... Мы же сможем сейчас тогда узнать обстоятельства смерти герцога. Это одно из заданий наших. Да, очень важно. Кто там к ломбару-то ходит? Или у него глюки просто? Да нет, у него глюки. Мы-то знаем, где он? Пойдемте, короче, с червяком разберемся. Блин, надо было его на карте поместить. В принципе, я помню, что он между деревьев там торчит. Алле-олю, придурок. А слушай, ты что, тот самый убийца, которому заказали бедного родца Рикристофера? Что? Ты меня знаешь? Значит, ты знаешь, где Кристофер? Отвечай! А что мне... Нет, я не выдам невинного человека в ваших подлых гильдии. Мне крайне неприятно это говорить, но тогда мне придется применить грубую физическую силу. Какой ты вежливый. Придурок. Фу, какой дохленький, слушайте. До свидания. Два удара просто. Ни о чем. Ля-ля-ля. Кстати. Поговорим потом. Пойдемте порадуем Кристофера. Ну ладно, может он нам хоть расскажет, мы хоть это задание выполним. Кстати, подожди-ка, может тут? Где тут Гуга? Кто из вас Гуга, блин, из всех вас? Патрица. Где Гуга? Гугенот? Сынок ты, Гугенот? Ой. Ну. Гомер зануда, блин. Блин. Гуга! Гуга, где ты? Слушайте, ребята, если вы помните, где Гуга, напишите мне. На тот случай, если я успею прочитать, скажем так, эту, эту комментарию. Потому что вдруг я к тому моменту уже уйду вперед. И чтоб тебя. Так. Алло, Кристофер. Зачем ты вернулась? Надеюсь, тебя никто не заметил. Проклятье, я так заик и стану. Я встречала в день с моим неприследованием. Я встретила червяка и сделала с ним то, что он сделал с другими. Мертвый, он совершенно безвреден. Можешь вздохнуть свободно. Но на время. О, небо. Благодаря тебе у меня появился шанс выжить. Быть может, я успею спрятаться до того, как Гидри пошлет нового убийцу. Я наш приказал им из-под земли меня достать. И боюсь, если понадобится, они будут рыть землю. Но ты дала мне время, за что я очень благодарен. Покойся с миром. То есть, от... Господи, удачи! И не зевай, и все будет хорошо. Ну, я надеюсь. Уф. А че ты не рассказал обстоятельства? То, что выяснил. То, что... Ну, короче, он нам че-то вообще ничего не рассказал толком. Неужели он выяснил так мало? Как-то грустно это. Ладно. Ладно. Давайте тогда здесь остановимся. Потому что, как бы... Ну, серия уже подошла к концу. Быстро как-то пролетает время. Вообще, пипец. Таскать зелья, таскать зелья, держи вора. Может быть, дождемся, кстати, ночи. С этой кожемякой. Дойти до крестьянина Гога, портняшки. Он живет недалеко от Поречья. И сказать, у него зерна. Поречья вот. Как бы, вот оно. Фермы, где, может быть, зерна могут быть... Может, из этого, кстати, дома. Давайте попробуем. Сбегаем. Ну, просто, чтобы мне это самое... Сейчас только паучка убьем, он меня бесит. Так. Финг, кстати. А, простите, простите. Как приятно спокойно спать. Я теперь не просыпаюсь от криков и привидений. Спасибо тебе. Теперь в обостре стало спокойно. У тебя, небось, тоже дело получше. О, да, да. Я счастлив, как свинья в лужу. Сплю, ем, спью и не стираю постель каждое утро. Давайте читали. Так, может, тут кто вышивается? Нет. Надо просто домики обойти. В одном из домиков уж точно будет кто-нибудь. Хлев. Давай, Гуга, будь здесь. Я тебя очень прошу. Гуга. Ага. О, господи, слава богам. Здравствуйте. Гуга, партняшка к вашим услугам. До того, как переехать на ферму, я был партным. Чем могу быть полезен? Судя по вашей одежде, вы обычный фермер. Нечего от меня нос воротить. Я с восхода до заката работаю в поле. Да и на конюшню в шелках не пойдешь. После работы я одеваюсь очень даже стильно. Простите, мое любопытство, но что вы носите после работы? О, я люблю экстравагантную одежду. Например, мантии да колен, как у высших эльфов. Пару недель тому назад я купил себе белую тунику, которая идеально подходит к мантии цвета индиго. И я сшил ее сам. Ее сшил сам, господи. Видели бы вы меня в ней в красных лучах захата? Да, в общем, всегда приятно вылезти из грубой одежды, знаете ли. А, слушайте, лептин-содержатель лавки просил передать вам заказ на, короче, зерна. Легче сказать, чем сделать. Пока мы не решим проблему с отравленным урожаем. Да я уже решила. Я даже догадываюсь, что это... Теперь я понимаю, что это было за пещеру и что это было за траву. Вывасить зерна нельзя. А ну, как мы распространим эту заразу по всему... А, слушайте, может это я от этого ищу мать? Заразу по всему ревелону. Слушайте, может вам тут чем-то помочь? Да, с урожаем, похоже, будет беда. И старосты деревни не могут понять, в чем дело. Если мы не найдем выхода, придется нам всем переехать в Паречье на зиму, иначе мы тут помрем с голода. Что случилось-то? Все началось с того, что кукуруза как-то странно позеленела. Но это была не плесень, а что-то непонятное. Через три дня все мои кукурузные поля сгнило на корню, и все початки превратились в тошнотворную слякоть. Продать это мы уже не можем, а теперь на других плодах появилась та же мерзость, и моя ферма далеко не единственная, что пострадала от этого. Не догадываетесь, почему это происходит? Может, кто-то очень захотел, чтобы ваш урожай погиб? Думаете, кто-то отравил наши поля? Какой ужас! Немыслимо! Все знают, что если в этом году будет война, то у нас каждое зернышко будет на счету. Война? Что еще? Гениально. Ну да, война. На юго-востоке собирается большая армия орков, и герцогская армия собирается нанести этот... перинативный... перинативный... как там его удар? Вы знаете, почему орки хотят пойти в войну на герцогство? Понятия не имею. Обычных кланов враждуют между собой. Убить кровного врага у них знак вступления во взрослую жизнь, но в эту войну редко втягивают другие народы. У каждого клана есть десятки сложных правил воинского этикета, так что если два клана вдруг встретятся, они почти обязательно переругаются, если не поубивают друг друга. До недавнего времени война между кланами не думала прекращаться, а теперь они все вдруг умудрились помириться и сообщают опасть на нас. Говорят, орки собираются поработить остальные расы и забрать сокровища герцога, но мне так не кажется. Так, подожди секундочку. Семьи дела идут скверно. Урожай гниет на корню, никто не может сказать, почему сам Бог уверен, что его кукуруза болит, кто-то отравилась, я не смогу таскать злоумошника, очень скоро им придется заняться. Так, давайте еще раз спросим. Что с вашим урожаем? Все, не догадываюсь, почему? Что за война? Так, вот. Где почему орки ходят? Лепти, так. Не обижайся, конечно, но ты не знаешь, о чем говоришь. Ты просто не слышала, что рассказывают разведчики, а я слышал, орков там много. Нет, их там очень много. Да слушай, чуваки, там было. И с каждым днем становится все больше. Говорят, такие толпища орков не забирались со времен майны с проклятыми. Майны. Майна с проклятыми. Правда, орки выступали на нашей стороне, а вот на этот раз каждый будет сам за себя. Так что на каждого нашего воина придется по 10 орков. Не война, а мясорубка какая-то. А почему так уверены, что гномы с эльфами не помогут? Все знают, что у этих народов сейчас полно проблем между собой. И у людей с ней людьми тоже никаких совместных дел не осталось. К тому же эльфы и гномы не делают особого различия между людьми и орками. Как они говорят, свиная кожа, она свиная кожа и есть. Что розовая, что зеленая. Может они надеются, что мы сами друг друга поубиваем. Так, и мне теперь нужно как-то понять. Видимо, нужно инвестигейшн провести и пора спрашивать тут всех. Короче, как всегда. Пришли сделать одно задание, нам дали еще несколько. Классно вообще. Ладно, попытаемся разобраться с этим совсем в следующих сериях. О, кстати, как раз вечер, надо бежать к этому самому кожемяке. Но пока что поставим на паузу и, в общем-то, я с вами попрощаюсь. В общем, вот такие вот у нас серии получаются. Сумбур, всего много, не знаю, за что взяться сперва, за что потом. В общем, надо разбираться. Сейчас пойдем, точнее в следующей серии, пойдем разбираться с коровами. Кто там их уводит. А потом, возможно, переговорим со всеми фермерами. И пойдем опять же в ту же пещеру, где мы уже уничтожили всю отраву. Да. В общем, неважно. Это лишь мои догадки. Может быть, все будет совсем по-другому. Как бы там ни было, узнаем потом, не сейчас. Если эта серия вам понравилась, ставьте пальцы вверх. И, в общем-то, всем огромное спасибо за ваше внимание. Всем удачи и пока-пока.